Добрый день, дорогие ребята! С вами сегодня я, Церлецкая Алла Ивановна, учитель химии теоретического лицея имени Антона Чехова, города Кишинёва. Сегодня мы с вами рассмотрим тему диссоциации щелочей, растворимых оснований, водных растворов. По окончании данного урока вы будете способны классифицировать основания с точки зрения теории электроэнергетической диссоциации, составлять уравнение реакций диссоциации растворимых оснований. Каким образом мы можем распознать, что у нас в растворе именно основания? Для этого существуют индикаторы. Давайте мы с вами посмотрим видеофрагмент. Как индикаторы реагируют на щелочную среду? Приготовим пробирки с раствором щелочи, гидроксидом натрия. Для определения кислотности используют лакмус, метилоранж, фенолфталиин. В щелочной среде лакмус окрашивается в синий цвет, метилоранж в желтый, фенолфталиин в малиновый. Перед вами табличка, которая показывает, как выглядят индикаторы в нейтральной среде и в щелочной среде. Мы все с вами изучали основные классы неорганических соединений. Давайте их вспомним и выберем из предложенных веществ основания. Проверим себя. Калио H, магнио H дважды, барио H дважды. По растворимости в воде основания делятся на две группы. Растворимые в воде основания, которые мы называем щелочами, это натрио H, калио H, кольцо H дважды, барио H дважды и другие. А также нерастворимые основания, магнио H дважды, алюминио H трижды и многие другие. Вы их можете увидеть в таблице растворимости нашего учебника 8 класса на странице 156. Давайте вспомним, как происходит диссоциация гидроксида натрия в растворе. Мы же с вами знаем, что этот раствор проводит электрический ток, что гидроксид натрия является сильным электролитом. Внимание на экран. Твердый гидроксид натрия – это кристаллическое вещество с ионной кристаллической решеткой. Поэтому при растворении этой щелочи в воде протекают процессы, напоминающие процесс растворения хлорида натрия. Под действием диполей воды кристаллическая решетка едкого натрия разрушается, и в растворе появляются гидротированные ионы натрия и гидроксид ионы. Щелочи диссоциируют полностью, как сильные электролиты с образованием катионов металлов и гидроксид ионов. На экране представлены три вида щелочей, такие как литий-уаш, натрий-уаш и калий-уаш. Литий-уаш диссоциирует на катион лития и гидроксид анион. Натрий-уаш диссоциирует на катион натрия и гидроксид анион. Калий-уаш диссоциирует на катион калия и гидроксид анион. Диссоциация растворимых оснований, образованных металлами второй группы, главной подгруппы, тоже идет в одну ступень. Посмотрите, пожалуйста, кальций-уаш дважды диссоциирует на катион кальций с зарядом 2+, и 2 гидроксид аниона. Бари-уаш дважды диссоциирует на катион бария с зарядом 2+, и 2 гидроксид аниона. Посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Здесь представлены нерастворимые основания. Они представлены в цвете. Копра-муаж дважды в голубом цвете, ферру-муаж дважды в буро-зеленого цвета, ферру-муаж трижды такого кирпичного цвета, а никелюаж дважды в изумрудном цвете. А теперь откройте, пожалуйста, учебник на странице 127, и выполним с вами упражнение номер 5. Составь формулу растворимого слабого основания гидроксида аммония из ионов NH4+, катиона и OH-аниона. Напиши уравнение его электролитической диссоциации. Решение. Пользуясь таблицей растворимости, мы составили формулу гидроксида аммония. Это слабый электролит, который диссоциирует на катионам, NH4+, и гидроксид аниона. Знак обратимости говорит о том, что гидроксид аммония – слабый электролит. Что за вещество гидроксид аммония? Его еще называют нашатырным спиртом. Это водный раствор газа аммиака, который используется как лекарственный препарат в медицине. Нашатырный спирт образуется в результате реакции NH3 плюс H2O – мы получаем NH4OH. При столкновении с нашатырным спиртом насекомые получают испуг. Пары аммиака они еще долго ощущают. Этот нашатырный спирт приводит к отечности и параличи всего организма насекомого, а также наносит им сильные ожоги. Следовательно, нашатырный спирт можно использовать для борьбы с насекомыми. А знаете ли вы, что гидроксид натрия – каустическая сода? Так, еще раз. Да. А знаете ли вы, что гидроксид натрия, который еще называют каустической содой, используется при производстве мыла, при изготовлении лекарств, кожевенной промышленности? Она входит в состав такого чистящего средства, как крот. Он удаляет засор в трубах. Другие щелочи имеют также широкое применение для изготовления медицинских препаратов, которые применяются для лечения заболеваний дыхательной и пищеварительной системы, а также в качестве мочегонных средств. Щелочи находят широкое применение в быту, но вы должны помнить, что попадая на кожу, она может вызвать сильный ожог. Поэтому она крайне опасна. При попадании на кожу необходимо смыть большим количеством воды и обработать раствором уксуса или борной кислотой. Поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова